Доброе утро. Фильм «Иоанна. Женщина на папском престоле» потряс меня. Хочу поделиться с вами яркими моментами и выражениями из него. Отчетливо показано, как происходило искажение учений Христа в процессе обращения язычников в христианство. На смену общению человека с природой и Творцом насаждалось догматическое учение с целью порабощения сознания и управления массами. День рождения Иоанны совпал с днем смерти Карла Великого. Его прозвали Великим, хотя на востоке империи франков, в бывших германских землях народ с ужасом вспоминал императора и его воинство, долгие годы истреблявшие ересь огнем и мечом. Впрочем, селянам было не до воспоминаний, важнее было пережить зиму. Что ты делаешь, женщина? Это облегчит боль. И сказал Господь, в муках будешь рожать детей своих. Тогда ты должен помочь, надо поспешить. Это женский труд, неизменный и нечистый. Ты смерти хочешь? Сие в божьих руках, не в моих. Очень трудно растить двух мальчиков без матери. Что от меня нужно? Посади ее, поддержи спину. Пять лет спустя. Иоанна росла смышленой и любопытной. Ее жажда знаний была безгранична. Даже в нежном возрасте она обладала внутренней мудростью. Что за растение? Календула. Чем она полезна? Помогает, если заболит живот или поранишься. Очень хорошо, птенчик. Быстро учишься. Хочу, чтобы отец и меня учил. Еще раз. Надо готовить обед. Помоги мне. Ты чудо, сестренка. Знаешь, что ты написала? Господи, истина твоя до облаков. Милость твоя до небес. Святая Екатерина гордится тобой. Кто это? Она жила в Александрии, и хотя была женщиной, она блистала умом и ученостью. Расскажи о ней еще. Екатерина была знатного рода. Среди язычников Рима она осмелилась стать христианкой. Как успеть я, король Иоанн? Что, деревья еще не приняли христианство? Примут или полягут все? Ваш приезд устыдил меня. Я должен был сам явиться к вам, как к наставнику. Благодарю вас, отче, и вашу жену, и ваших детей. Епископ сообщил мне о вашей утрате и о том, что вы хотите послать в соборную школу второго сына. Иоанн, достойная замена брату. Он смышленый, учиться любит. Да, ваши дети стоят того, чтобы проделать такой путь. Досадно, что я не вижу здесь трудов Платона. Платон, его сочинения едва ли подобают христианину. Так вы не видите смысла в его работах. Я думаю, вера человека подпитывается священным писанием, а не изысками философов. Но вы должны признать, что рациональное мышление дано нам Богом. И никем иным. Тогда зачем страшиться рассудочного взгляда на веру? Бог дал нам способность мыслить, что же тут от лукавого? Разве боязнь логики не свидетельство слабости веры? Вера во всевидение Бога и его любовь. Твердая вера не знает страха. Ибо, раз Бог есть, логика приведет нас к нему. Я мыслю, значит Бог есть. Иоанна узрела истину в словах Асклепия. Я мыслю, значит Бог есть. И она знала, что Отец неправ. Ее любовь к знаниям не греховна, не противоестественна. Это Божий дар людям. Пусть сбежит. Не каждого отрока Бог сподобил учить Писание. Ты умеешь читать. И писать. Мэтью учил меня. Неслыханно. Я могла бы занять место Мэтью и учиться. Ты еще будешь мною гордиться, Отец. Ища, Дея Ада, ты навлекла на нас гнев Господа. А ты понимаешь, что ты сейчас прочитала? Оно подобно горчичному зерну, которое взяв, человек посадил в саду своем. И выросло и стало большим дерево, и птицы небесные укрывались в его ветвях. И что символизирует горчичное зерно? Может быть, веру. В сердце она как будто зернышко, если ее лелеять, оно взрастет, как дерево. Но это может означать и церковь. Подобно горчичному зерну она зародилась малой. Но трудами Иисуса и апостолов она росла. Уговорила брата учить ее за моей спиной. Я ее примерно накажу. А птицы в ветвях что значит? Это верующие, что нашли спасение в церкви. Зерно может олицетворять Иисуса Христа. Как зерно, он был предан земле, но воскрес и вознес и к небесам, подобно дереву. Спасибо. Автор Цицерон, величайший оратор, которого знал Рим. И вы прочли его книгу? Нет, не понимаю, почему к библиотечной мудрости нельзя приобщиться за пределами школы. Афинская академия простояла тысячу лет. Потом император Юстиниан закрыл ее и эпоха великих философов кончилась. Но где вы нашли их работы? Как могло знание столь долго храниться? В тот год святой Бенедикт основал монастырь в Монте-Кассино. Обители его ордена множились и за их прочными стенами наследие мудрости греков и римлян передавалось из века в век. Земля – центр вселенной. Вокруг нее хрустальные слои, сферы. На них планеты, как заплатки. Пифагорейцы даже говорят о музыке сфер. Это подарок. Одиссея Гомера. Самое древнее поэтическое произведение, дошедшее до нас. Я сам переписал. Вначале – греческий оригинал. Дальше – перевод на латынь. Откуда эта книга? Асклепий подарил ее мне. Что за непонятный язык? Как ты такое читаешь? Это греческий. Асклепий меня научил. Нет, ты оскорбила Бога своей дерзостью. В наказание ты будешь трудиться день и ночь на хлебе и воде, пока не отскребешь все безбожные росказни до последнего слова. Начинай, давай, начинай. Три сильнее. Нет. Что же? Я научу тебя страху Божьему. Стой. Она твое дитя. Вон из дома. Вы оба. Все, мам. Уйдем? Обнажи спину, встань на колени. Читай, отче наш. Отче наш. Сущий на небесах. Продолжай. А может, еретик учил тебя другим молитвам? Имя твое. Я послан епископом дарштадтским. Дарштадт, ты скакал так далеко, чтобы найти меня. Иоанн, епископ приглашает тебя в школу. Прошу прощения, но я должен отвезти в дарштадт девочку по имени Иоанна. Я Иоанна. Это меня ждут в школе. Нелепость. Иоанн, Иоанна, разницы почти никакой. И лучшие песцы ошибаются. Может и так, но здесь. Подумай сам, что будет делать девочка в соборной школе. Ты мать этих детей. Что ты скажешь? Ты лишился ума. Как смеешь ты сомневаться в слове слуги Божьим? Держи себя в руках. И не забывай, кем я сюда послан. Итак, кого из них мне везти в дарштадт? Забирайте его. Скажи, ты и вправду так ученая, как про тебя говорят? Я усердно училась, сир. Значит, ты умеешь читать и писать по-гречески? Немыслимо. Даже наш мудрый ученейший Ода не постиг сей язык. Не так ли, Ода? Вы же знаете, что я не одобрю эту вашу прихоть. Принять женщину в соборную школу, противно воле Бога. Да это и бессмысленно. Ведь женщины лишены природной способности к логическим выводам. Женский ум столь примитивен и столь темен, что она не в состоянии постигнуть сложную мысль и концепцию. Сам святой Павел подтвердил истину, что женщина вторична по очередности творения церковной иерархии и силе воли. Ну, девочка, что ты возразишь ему? Как женщина может быть вторична в факте творения? Она создана из ребра Адама. Адам, как известно, слеплен из общей глины. Продолжай. Что же до силы воли, то здесь женщина превосходит мужчину. Ева первая вкусила плод из любви к учению. Адам вкусил его лишь по просьбе Евы. Вы все еще считаете ошибкой, что мы приняли Иоанну в школу? Берите пример с этой девочки. Ее работа безупречна. Ты знаешь, что это? Молоко святой Девы Марии. Таких бутылочек было всего пять. Осталась только одна. Но такой любезной девушке я отдам ее всего за динарий. Ты что, с ума сошла? Как ты смеешь? Прошу прощения, но даже молоко святой Девы Марии скисло бы за восемь веков. Молоко святое? Оно не портится. Может и так. Но как оно осталось теплым за столько лет? И почему ты хочешь столь малую цену за святыню? Его состояние ухудшается день от дня. Надо принять меры. Может это бог его смерти желает? Твоя самоуверенность чрезмерна. Ты слишком неопытен, чтобы стать папой. Ты недооцениваешь меня, Арсений. Я доверенный представитель папы, все ищут моей протекции. Но римлянам невдомек, что происходит в этих стенах. Если Сергий не станет, изберут другого папу. И престол надолго станет нам недосягаем. Однажды ты станешь папой, мой сын, украсишь этим алмазом нашу родовую корону. Только лучше без спешки. Вот а что, если ты спасешь папу Сергия? Я прославлюсь на весь Рим. Ходят слухи о врачевателе из Франконии. Чужеземцу лечить понтифика. Я слышал, тот лекарь узнает недуг прямо по моче больного. И излечивает даже проказу. А-а-а, знаменитый чудо-лекарь. Мы все сгораем от любопытства. Мочу взяли у папы всего час назад. Что вы можете определить по ней? Чудо-божие, его святейшество скоро ждет ребенка. Даже вы дали ему мочу беременной. Я должен убедиться, что папа не попадется в руки шарлатана. Он сам шарлатан, как и все прочее. Не доверяю ему. Прошу вас об услуге, что если папа откажется мне дать сан епископа... Не бойтесь, папские булы давно уже пишет мне сам папа. Как самочувствие? Вся боль исчезла, боль прошла. Я будто снова молод. Я хочу поесть мясо и вина. Ни в коем случае. Только блюда, овощи и кувшин воды. Верно, ты прислан дьяволом. Я не позволю вам перечеркнуть неделю врачевания одной трапезой. Что? Целую неделю? Иоанн Англикус находился при вас неотлучно. Ты, выходит, послан мне Господом. Как отблагодарить тебя за твою услугу? Позвольте иногда приходить и наблюдать вас. Нет, я велю тебе оставаться здесь. В тебе есть что-то необычное. Ты выделяешься из всех. Как пожелаете, ваше святейшество. Я ваш слуга? Значит, решено. Папский совет собрался. Не пора ли вам там появиться? Оставь, Оригис. Анастасий давно уже сам проводит эти собрания. Простите, ваше святейшество, но своих верховным пастырем люди не Анастасия выбирали. Они избрали вас. А вы сказали, что снова молоды. Оригис. Думаю, это был бы знак. И какие сроки, мамертус? Строительство закончится к концу года. Я нанял самых лучших мастеров со всего Рима. Во сколько обойдется это начинание? Речь идет о сумме, в которой. Ваше святейшество. Мудро ли это рисковать своим выздоровлением, чтобы присутствовать на заседании? Забота о моем благополучии похвальна. Однако, я в добром здравии, благодарю. Я намерен не только присутствовать, но и вести совет. Я счастлив слышать это, как и весь Рим. Что ж, продолжим. Ваше святейшество, я просил позволения перестроить сиротский дом в постоялый двор для паломников. А что же будет с сиротами? Разберут по другим заведениям. Постоялый двор станет гордостью Рима. Графы, герцоги, короли остановятся здесь. Для Господа равны и сироты, и короли. В прошении отказано, Мамертус. Но мой проект уже одобрил номенклатор. Мы договорились, и мной была внесена плата. Что за плата? Ваше святейшество, Мамертусом было сделано щедрое пожертвование нашей церкви ради ускорения процесса решения. А, блаженны милостивы, ибо помилованы будут. Мы благодарны за такую щедрость, Мамертус все пойдет на помощь бедным сиротам. Господь вам восполнит. Расскажи о себе, Иоанн, ты ведь из Франконии. А зовешься Англикус. Мой отец прибыл из Британии нести слово Божье саксам. Саксы – это безбожный народ. Теперь большинство христиане, если так можно назвать крещенных огнем и мечем. Обращать язычников – долг святой церкви. Чего стоит клятва, которая была вырвана силой? И все же, Христос заповедовал нам нести слово Божье народам и крестить уверовавших. Да, но именно в таком порядке. Сначала убедить человека, потом крестить. Уместно ли совершать таинство крещения раньше, чем вера проросла в сердце? Оригис. Что вам угодно. Лучшие механики города, они помогут нам. Собери их. Император Лотарь, ты перед величайшей святыней, храмом спасителя Иисуса Христа и пред его наместником на земле. Преклони колени в знак почтения. Это ты, святой отец, должен склониться передо мной. Я явился за этим. Боже, подай нам знак. А это не знак. Столько ратников. Узри руку Божию, закрывшую от тебя свой святейший алтарь. Бог подал тебе знак. Лотарь. Если ты чтишь его, и силу его, и чтишь помазанника его, то добро пожаловать в Рим. Если же ты хочешь обнажить меч на гробнице апостола, Божий гнев тотчас падет на твое войско. Как вы можете всерьез предлагать такое? Могу, иначе бы не начал разговор. Школа для девочек, неслыханно, никогда такого не было. По-вашему, мысль не хороша лишь тем, что она нова. Можно быть уверенным в истине, если эта истина дошла до нас через столетия. Все древнее когда-то было вновь. Ваше святейшество, вы, конечно, знаете, что от учения у женщины пересыхает лоно. Где ты вычитал это? Но это общеизвестно. И поэтому это никто не потрудился записать. Зачем проверять по книгам очевидное? Никто не писал, что шерсть дает овца. Однако, это знают все. А как ты объяснишь завидную плодовитость образованной римской Матроны Лаэте? Она имела переписку со святым Иеронимом. Он свидетельствует о 15 детях ею рожденных. Аномалия. Редкое исключение из правил. Иорданис, если мне память не изменяет, твоя сестра Юлия умеет писать. Только расходы по хозяйству. И все же, исходя из твоей теории, этот навык не повлиял на ее способность к зачатию. Сколько детей у нее в семье? Я их не считал. Не 12 ли? Опять исключение. Обещаю, если через 20 лет в Риме переведутся дети, я закрою школу. Благодарю всех вас. Его святейшество не сознает, что нуждается в союзниках. Он не понял, что даже папа кому-то обязан. Да. Как это Варвару объяснить? Может нам открыть школу для него? Давайте уже говорить прямо. Церкви не нужен речистый популист. Нужна влиятельная фигура, чья репутация и род давно известны в Риме. То есть человек, похожий на тебя? Который не боится замарать рук.